В Московском государственном университете культуры открылась выставка химкинского художника Юрия Рословцева. Диплом нашего университета Юрию Евгеньевичу. Это вторая персональная экспозиция автора. Она посвящена году культуры и 65-летию факультета социально-культурной деятельности вуза. Всего представлено 35 работ. Это городские пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты. В серии картин присутствует ярко выраженная символика, а также ностальгия по ушедшим эпохам. Так, например, здесь на стене висит изображение группы «Битлз», напоминающее спас нерукотворный. Это 70-е прошлого века. Время, когда кумирам поклонялись как богам. Другая особенность представленного творчества – его молодость. Юрий Рословцев всего два года назад увлекся живописью. До этого всю жизнь проработал в авиации и космонавтике. Пенсия грозила больше свободного времени. Супруга, по-видимому, испугала, что я буду сидеть дома и кряхтеть. Поэтому сказала, давай-ка в мастерскую и учись. Я поклонник импрессионизма и постимпрессионизма, поэтому осветленные тона, яркие краски – это страсть. А зам живописи Рословцева научил его друг и родственник Виктор Державин. Я только поддержал. Я считаю, что человек, который выходит на пенсию и занимается живописью, делает подвиг. И когда я увидел, с каким старанием он это все делает, и как много он это делает, то он меня сам подбивает на то, чтобы я сидел и работал. В нем есть какое-то свое видение, есть свое понимание живописи. Особенно следует отметить копии произведений знаменитых художников. Здесь печальный Ван Гог, романтичные Мане, Модельяне и Дерен. Некоторые из них имеются в виду оригинальные полотна, навсегда канули в лету. Их уничтожили в ходе боевых конфликтов 20 века. Ван Гог – это мое солнце. В стенах Мгуки выставка проходит не случайно. Юрий Рословцев – житель микрорайона Левобережный, а с кафедрой менеджмента факультета СКД у него давние и теплые отношения. СФОХОМАНИЕ